Смотреть. Сейчас. Значит, окей. Ну, значит, вот речь была о том, что люди изучали формальную теорию деформации. Значит, формальную теорию деформации, это означает, что мы как бы вот рассматриваем, например, если мы изучаем деформацию алгебраического какого-то многообразия, то мы рассматриваем вот эту окрестность, это спектр некоторой Мартиновой алгебры. То есть вот тут сидит некоторое семейство, которое над этим спектром А такое, что слой над нулем, это значит наше исходное многообразие. То есть смысл в том, что это все на очень маленькой такой окрестности происходит. Значит, А это Артинова алгебра, вот, что означает, что алгебра над полем там К, что означает, что А равно К плюс максимальный идеал, и этот максимальный идеал нельпатентен. То есть на самом деле Артинова алгебра, она сумма таких вот, но вот рассматривается, то есть произведение, да, но рассматривается, значит, вот такая одна, ну, например. Вот. И, собственно говоря, вот хотелось сказать, что, ну, пространство модулей, оно, ну, вот, как бы хотелось, ну, вот это вот задает некоторый функтор из Артиновых алгебр во множество, вот, и, значит, там А переходит в F от А. Вот. И хотелось написать, что F от А это хом, ну, вот, в некотором пополненном, в некоторой пополненной категории, вот, то есть этот функтор, он обычно непредставим, но он проб, он может быть, это тоже довольно редко случается, проб представим, то есть что он, значит, сейчас, ну, да, все правильно, вот, хом из некоторого R в А, где R это, ну, в принципе, это не Артинова алгебра, а это некоторая такая полная алгебра, такая, что Артинова алгебра это ее факторы. Ну, в общем, короче говоря, вот это вопрос в том, что мы хотим, чтобы, мы хотим описать, то есть мы хотим описать вот формальную окрестность пространства модулей вокруг этой точки и описываем мы посредством того, что мы вот как бы знаем такие более конечные уменьшения этой окрестности, которые задаются спектрами Артиновой алгебры, и, значит, там есть теорема Гертендика о том, что эта штука пропредставима, если она коммутирует с конечными пределами. Ну, вот, и там, а? Да, конечно, да. Ну, вот, по-моему, это важно, по крайней мере, из-за того, что есть теорема Гертендика, которая говорит, что вот этот функтор, ну, он пропредставим тогда и только тогда, когда, значит, он коммутирует с конечными пределами. Дальше, значит, конечные пределы, они, есть теорема, в свою очередь, что для того, чтобы функтор коммутировал с конечными пределами, достаточно, чтобы он переводил финальный объект в финальный, и коммутировал с вот этими расслойными произведениями. Ну, и дальше, значит, Гертенди, этот самый Шлезингер, он описывает там какие-то геометрические вещи, которые я, на самом деле, не совсем до конца понимаю, если честно. Ну, это пример, да, но это инфинтисимальная такая вещь, да? Ровно касательное пространство, да, 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 ровно касательное пространство. А тут мы описываем какое-то все более и более такое нелинейное приближение к этому вот формальному кусочку пространства модулей, да. Ну, обычно вот пишут, что, значит, как-то так, что у вас есть, значит, некоторое там многообразие M, ну, варай, там, да, над спектром вот этого A, то есть A это артинова алгебра, значит, в этом деле есть K, и вот, значит, pullback этого самого, вот M на K, это ваше вот должно быть ваше изначальное многообразие M0, которое вы, соответственно, деформируете. То есть слой над нулем, это некоторая фиксированная вещь, и дальше вы это как-то деформируете. Ну, это такой как бы, а? А в общем-то, как этот функтор, он связан с нулой ответственностью? Как этот функтор связан? F1? Ну, форма, ну, в общем, если эта штука про представимый какой-то R, то как бы спектр этого R в каком-то смысле, это вот, значит, и есть вот эта формальная окрестность пространства модулей. То есть… Ну да, 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 да. Но во всех каких-то гильбертовых схем не бывает, но он не бывает… Каких схем? Ну, нет, ну гильбертовых схем, это скорее что-то, к чему это применимо, мне кажется. То есть одно из применений. Ну, ну, знаете, если это просто обычный гильбертовых схем, то данные схемы, они просто как бы, ну, строятся. Да, 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 да. А в общем случае не строятся. В общем, на самом деле я об этом вот, к сожалению, я недостаточно хорошо могу рассказать про вот эту вот алгеброгеометрическую картинку, но смысл этого всего в том, что мы действительно вот… Ну, например, для алгебраических примеров это даже более можно просто сказать, а именно что вы, как бы, вот, допустим, у вас есть какая-то x, это какая-то там ассоциативная, допустим, или коммутативная алгебра, и вы теперь берете x умножить на вот эту вот артеновую алгебру а и хотите на ней задать а-линейное умножение, ну, то есть а-линейное умножение. Вот, то есть это означает, что вот вы такое, что его спецификация при, ну, при k, то есть если вы, ну, да, что если вы теперь, ну, а, ну, отображается, значит, в k, да, и что вот эта вот спецификация в нуле, она есть наша исходная ассоциативная алгебра. Ну, то есть, грубо говоря, вот, ну, да, то есть вот это вот то, что мы соответствуем, то, что сопоставляется алгебре А. Это вот такие вот ассоциативные алгебры по модулю там некоторых эквивалентностей, о которых я в прошлый раз говорил, когда там такие алгебры считаются эквивалентными. Нет, ну, в общем, это довольно естественная идея, но просто я даже не об этом хотел говорить, а о том, что вот этот функтор, он пропредставим, бывает в природе довольно редко. И современный подход, он заключается в том, чтобы рассматривать не артиновые алгебры вот в таком виде, а такие вот дифференциальные градуированные артиновые алгебры, и тогда он оказывается представим в гомотопической категории. Вот об этом, собственно, я чуть-чуть начал говорить в прошлый раз. Я действительно нашел, что это было таки… Оказывается, ну, то есть я, в принципе, должен был об этом и так знать, но, в общем, об этом было… это было сделано на самом деле вот в статье Хинича, замечательной «DG Coalgebra as Formal Stacks», но, в общем, в самом конце этой статьи, поэтому, когда я ее смотрел, я раньше давно, я до этого не дошел. В общем, короче говоря, современно… То есть мораль следующая, что мы хотим, чтобы этот функтор был пропредставим. Это случается как бы редко. Ну, может быть, надо будет в последующем какие-то примеры разобрать, когда это вот… ну, когда он там, например, не представим в тех или иных вопросах деформации. Вот. Ну, в общем, на самом деле, вот оказывается, тем не менее, что если мы расширим вот вообще вот нашу категорию, то есть вместо вот таких коммутативных артиновых алгебр будем рассматривать дифференциальные градуированные коммутативные артиновые алгебры. Ну, насколько я понимаю, даже вот если верить вот этой хиничной статье, то даже можно отрицательно градуированные рассматривать. То есть это означает, что у вас есть вот А, это теперь К плюс некоторое М, где М… ну, и это значит Z меньше либо равно нуля, градуированная артиновая алгебра. Вот. На… ну, давайте… ну, да. Ну, да. То есть… ну, да. Ну, вот смотрите, вот здесь вот… ну, вот, например, смотрите, вот давайте я так скажу, что предположим, у вас есть вот… вы рассматриваете вот, допустим, алгебру полиномов, да, от нескольких переменок. Вот. И, допустим, вы хотите ее деформировать, но вы ее хотите деформировать не таким образом, что вы можете вот параметры деформации сопоставить там значение 0, 1, 2, там 1, 3 и так далее, а только 0. То есть это означает, что вы теперь берете вот эту алгебру над формальными рядами и вы как бы деформируете следующим образом. Вот я когда-то там, наверное, в начале это объяснял. Я уже не помню. То есть вы как бы это… вот вы берете некоторое линейное над вот этим параметром произведения, то есть, значит, ну вот, оно начинается с вашего исходного произведения плюс там h бар на некоторое b1 от fg плюс h в квадрате b2 от fg и так далее. Это такое вот бесконечное, вообще говоря, ряд, но при этом значение вы можете вот этому параметру h бар поставить только 0. То есть никакого другого, никакой другой специализации не существует. А дальше вы говорите, что в принципе можно сделать то же самое, только можно еще взять вот полиномы от этого h бар, такие вот усеченные по h бар в степени n. вот. Ну и тогда это будет то же самое. То есть это будут вот такие вот как бы алгебры линейные над вот этой вот. Вот это будет наше а. Например. Вот. То есть вы рассматриваете все вот такие вот алгебры, но это некоторая такая деформация и вот. И в принципе вы хотите вот описать все всевозможные, вы хотите, грубо говоря, описать некоторую универсальную деформацию. То есть вы хотите, чтобы этих параметров таких вот h бар было много, там h бар 1, h бар 2, h бар 3 и так далее. И это была бы универсальная деформация, так чтобы любая другая получалась там соответствующим ограничением вот этой. Ну, например. То есть пунктер f в данном случае делает следующее. Да, он говорит, что f от а это а линейные умножения, а линейные алгебры на а умножить на х, где х это вот наша изначальная алгебра, да. То есть умножение, а линейные умножения, ну, структура алгебры, да. Ну, умножение, можно сказать. Умножение. Вот, по модулю эквивалентности, конечно же, где эквивалентность, она устроена таким образом, что, значит, d, то есть вот если у вас есть, вообще говоря, любая алгебра x, вот, и есть вот d, вот есть некоторые умножения, f там умножить на g, то вы можете теперь написать df на dg и потом d в минус 1, и это снова умножение. Теперь надо просто разобраться, кто такой d, чтобы было d в минус 1. Ну, вот вы говорите, что d это там единица плюс там, ну, что-то вот плюс… то есть d это отображение из а на x, да, вот так, в а на x, просто какое-то, которое, значит, начинается с, значит, с тождественного отображения x плюс там m. Вот, как-то так. То есть чтобы… то есть оно… ну, да, то есть, ну, грубо говоря, это вот при спецификации, когда вы m отправляете в 0, это должно быть тождественное отображение. Тогда вот по этой вот формуле вы можете написать d в минус 1, потому что просто вы можете написать там единица плюс m, ну, в минус 1, это равняется единице плюс m плюс m в квадрате плюс так далее, и это будет конечный ряд на самом деле, потому что в артиновой алгебре m нельпатентно. И получается как бы, ну, такая замена. На самом деле, почему мы хотим, чтобы вот это было… почему мы называем вот в данном случае эти вещи эквивалентными? Ну, просто это совершенно очевидно, что если у нас есть некоторая алгебра, есть некоторый изоморфизм векторных пространств, x на y, изоморфизм векторных пространств. векторных пространств, да, вот, то мы можем, имея некоторое вот произведение здесь, написать некоторое произведение здесь. И такие произведения мы, в принципе, считаем эквивалентными, потому что они как бы отличаются изоморфизмом векторных пространств. А именно если мы вот назовем этот изоморфизм d, и тут у нас есть умножение, то мы можем написать умножение здесь, ну, понятным образом. То есть мы берем, например, тут вот какие-то там f1, f'g', там какие-то элементы, и пишем, что мы должны сначала их отправить сюда, d в минус первый f' на… перемножить на d в минус первый g', а потом взять от них d. То есть это на самом деле просто означает, что если у вас есть там… ну, например, если это были бы конечномерные векторные пространства, то в принципе было бы даже… Ну, не, ну все равно нужно, конечно, что… Ну да, если это изоморфизм вообще, то, в общем, уже все и так хорошо. Но тут рассматривается некоторая форма… То есть такие вот алгебры мы хотим отождествлять, потому что они действительно эквивалентные, и только такие. Они, грубо говоря, одна отличается от другой выбором базиса. То есть так мы пишем это умножение в одном базисе, а так мы пишем в другом базисе. Мы их отождествляем. Вот. И, значит, вот в этом контексте это означает, что мы рассматриваем d вот такого вот вида, которые при как бы специализации равны тождественному отображению, вот как-то так продолжаются. Ну, в общем, я немножко ответил или нет? Да, а изоморфизм это есть пулкбэк. Что? Еще раз. Ну, что изоморфизм это пулкбэк. Берем деформации, это пулкбэк, берем. Деформации пулкбэк чего? Ну, вот, например, MSK. А, в смысле вот что значит спецификация, да? Ну, да, то есть мы в принципе это так и определяем таким образом, что, ну, да, что оно, значит, как это сказать? Ну, да, что вот у нас есть на x на a некоторое, значит, умножение, где x это альтинова алгебра. Эта штука отображается в x умножить на k, где вот это будет identity на вот эту вот проекцию вдоль m, да? Ну, и мы хотим, чтобы вот это было отображением алгебр. Если где здесь мы рассматриваем вот нашу, это то же самое, что x, и тут мы рассматриваем нашу изначальную алгебру, которую мы деформируем. Вот, ну и на самом деле, вот, ну, в общем, короче говоря, вот такие, это просто, нет, на самом деле люди так говорят, что это формальная деформация, теория деформации, она не совсем то же самое, что реальная, потому что, например, если у вас есть не особое афинное многообразие, то вот, то у него, как бы, таких формальных деформаций нет вообще, в то время как, ну, например, там когмологии, которые отвечают за деформации коммутативных, алгебры коммутативные, они будут, они могут быть не равны нулю, только в случае наличия особенностей. А для гладкого многообразия они всегда равны нулю, поэтому, а при этом многообразие можно деформировать. То есть это означает, насколько вот можно тут думать, следующее, что если у вас есть какая-то реальная деформация, например, афинного многообразия, да, например, там эллиптической кривой без точки, вы можете там менять параметр, у вас получается деформация какая-то. Вот, то на самом деле, когда вы это все, ну, функтор-то вы определяете на артиновых алгебрах, и даже если у вас деформация была нетривиальной, в том смысле, что вот такого вот D не существовало на самом деле, да, вот, ну, в реальной деформации, то когда вы это все рассматриваете в формальном смысле, то есть когда M в какой-то степени N равно нулю, то у вас такое D существует. Вот такая вот хитрость получается. То есть формально, то есть вот еще раз, такой пример, что если у нас есть афинное многообразие, гладкое, то у него, ну, in general, так сказать, у него есть много разных деформаций. Оно зависит там от параметров, и когда вы в Арии шевелите параметры, многообразие не остается тем же самым. А тем не менее, вот, ну, на самом деле, вот в этом смысле можно будет потом показать, что в этом смысле деформации нету. Вот, и это вот такая вот вещь. Значит, что, в этом смысле, смартфон это? Нет, но это означает, что это как бы другая задача. То есть это означает, что это другая задача. То есть что это не задача про вот настоящие честные деформации. Ну, в общем, короче говоря, вопрос в том, что, значит, там была большая деятельность про то, когда там вот есть, ну, была деятельность, говорит, индика, потом была вот чуть-чуть по-другому написана, вот, вот, Шлейсингера, статья, функтор сон артиньен алжебрес. Вот, и суть этого всего сводилась к тому, что мы хотим, чтобы вот этот функтор был вот такой, например, был пропредставим. То есть это там должны быть какие-то там полные, полные алгебры, что-то так локальные. А по-моему, для локальных команды тоже работают? Нет, а для настоящих это вот надо, ну, я так понимаю, что это какая-то совершенно более сложная задача. Это в каждом случае там надо как-то отдельно делать. То есть это тот вот такого не положено, ну, другая задача совершенно. То есть это задача, да, в каком-то смысле игрушечная такая, но тоже очень интересная. А есть формальная определенная, что это будет деформация? Нет, но если у вас есть какая-то категория, то вы всегда можете, ну, вот я вот тут дал определение деформации алгебр, нет? Не дал? Да, ну, другое. Ну, там надо вот по-другому это все определять. Там, например, нельзя сказать, что там а-линейно. Там надо сказать, что у вас как бы вот, ну, то есть означает, что у вас есть вот многообразие, вот то, что я тут хотел сказать. Вот у вас есть вот, чтобы ты не значила спектр этой артиновой алгебры, тут есть точечка, одна, ноль, это идеал там простой. Вот, и тут, значит, есть вот некоторое семейство многообразий, живущих на, плоское семейство многообразий, живущих над спектром этой артиновой алгебры, такое, что его специализация в нуле, это наше исходное многообразие. Ну, вот какая-то такая. Ну, то есть в каждом конкретном случае надо выразить словами то обстоятельство, что у вас есть база деформации, это вот эта артиновая алгебра, и это должно быть согласовано с исходным объектом, вот специализацией в ноль. Ну, вот как-то так. Ну, вот здесь можно просто сказать, что вот у вас это означает, что у вас есть некоторое M над спектром A, дальше у вас есть спектр, ну, есть точка, спектр поля, который отображается в этот спектр A, а дальше можно определить pullback в категории схем, допустим, ну, или как-то так. И этот вот M0. И этот вот pullback должен быть, значит, вот вашим исходным многообразием. Что здесь будет как разное? Ну, разное можно брать. Можно, ну, в идеале вы хотите взять вот, вот, ну, то есть смысл в том, что вот функтор. Еще раз, M без нолика. Да. Наоборот, вот это вот наш начальный объект, M0, а это его деформация. Ну, вы функтор задаете таким образом, что F от A это множество вот всех вот таких штук, и вы там некоторые считаете эквивалентными. Такие, что если вот есть там M, ну, да, M там, M' над тем же, вот как-то так, наверное, да. Ну, так вот я тут так и написал, что вроде, потому что A у вас отображается в K, а спектр от K в спектр от A. Нет, я что-то не то сказал. Ну, а у вас фактор по максимальному идеалу, у вас A отображается вот в этот K. То есть, про представить вот этот R на арктике, это вот в этот K? Нет, ну, почему же? Ну, вы хотите найти такое R, что для любой артиновой алгебры A вот этот вот функтор, то есть вот, вот, либо алгебры там по модулю этих эквивалентностей, либо вот такие геометрические картинки. Это множество, что это множество равно F от A. Ну, вот, оказывается, что представим он бывает крайне редко, и поэтому люди скорее интересуются, когда он пропредставим, формальной окрестностью. И для этого там есть теорема Гротендика, говорящая, что тогда и только тогда, когда он со всеми, значит, конечными вот этими расслойными произведениями коммутирует. И вот у Шлиссенгера там этому придан какой-то геометрический смысл. Ну, в общем, на самом деле, я вот такой теорией деформации, если честно, никогда не занимался. Вот, а просто то, что я хотел сказать, это то, что, ну, надо бы это, конечно, как-то мотивировать, но мотивируем в дальнейшем, что на самом деле вот такой, вот так определенная вещь, она бывает пропредставима очень редко, а, значит, есть более современный формализм, который связан с дифференциальными градуированными алгебрами Ли. То есть вот мы такой вот функтор из артиновых алгебр, то есть мы можем взять дифференциальную градуированную алгебру Ли и построить по ней вот функтор из F, связанный с G. Вот, FG из артиновых алгебр во множество. Вот, и, собственно, вот в прошлый раз я говорил о таком вот. Это другая совершенно конструкция. И смысл в том, что мы рассматриваем вместо артиновых алгебр такие дифференциальные градуированные артиновые алгебры и представляющий объект у нас тоже может быть дифференциальным градуированным, и оказывается, что тогда эта штука представима вот совершенно практически всегда. То есть если у нас есть, вот просто верно следующее, что если у нас есть вот такой вот функтор, ассоциированный, как я сейчас напомню, с дифференциальной градуированной алгеброй Ли, вот, то этот функтор всегда пропредставимый. Это очень легко будет показать, я это покажу. Вот. Но, значит, вопрос на самом деле не в том. Вопрос в том, что вот в прошлый раз как бы я хотел показать, что, ну, 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 ну да, что, не, ну, в принципе, да, именно в этом, да, что он пропредставим, только вопрос, пропредставим в какой категории. На самом деле он пропредставим в гомотопической категории, и вот Хинич, он это как-то так очень здорово показывает, а именно он рассматривает вместо гомотопических категорий симплециальные модельные категории, у него вот эти ХОМы, они все будут симплециальными множествами, и у него он даже оказывается представим на уровне симплециальных множеств. Правда, вот, я там многие вещи не до конца понимаю, в том смысле, что ХОМы в гомотопической категории это П0 от этих вот симплециальных ХОМов. Ладно, давайте я напомню, это все было просто, была некоторая болтовня, давайте я напомню вот конструкцию. То есть у нас G это дифференциальная градуированная алгебра Ли, значит, это означает, что у нас G это там прямая сумма по целым числам G и так, вот, и, значит, есть там, ну, я в прошлый раз это все выписывал, значит, скобка принимает значение в G и плюс G, есть дифференциал D из G и G и плюс 1, который в квадрате равен нулю, вот, и есть еще, значит, есть правило Лебница, D от X, Y равняется DXY плюс минус единица вот в степени Х, у нас степень, это вот это И, X, D, Y ну и плюс тоже с твоей коби, которая тоже там, ну да, и на самом деле, собственно, первое дело это, ну, косо-коммутативность, конечно, косо-коммутативность, она тоже со знаками, то есть это минус единица в степени X, X, Y плюс 1, Y, X, вот так, ну да, ну да, ну вот, и значит, ну и тут должно быть тоже с твоей коби, которая труднее всего выписать, которая, значит, со знаками, ну его тоже можно выписать, то есть там X, Y, обычно это тоже с твоей коби, это когда вы по циклу переставляете все вот эти штуки, да, Y, Z, X, плюс Z, X, Y равно 0, и, значит, ну тут у вас должен возникать знак, правило, что если однородные элементы соответствующих степеней переставляются, то возникает знак, вот если X переставляется с Y, они однородны, степеней Y, и G, то возникает знак минус 1 и G, такое общее правило всегда, вот, это, значит, означает, что здесь должен быть знак минус 1 X, Y, плюс Z, да, потому что у нас X переставился с Y и Z, и здесь должен быть знак минус 1 Z, вот, X плюс Y, X плюс Y, вот, такая вот вещь, ну, в общем, такие образования, они, как бы, обобщение, то, как мы рассматривали, ну, это как бы, ну, да, то есть, то, как мы рассматривали алгебры Ли, как мы рассматривали дифференциальные градуированные ассоциативные алгебры, ну, вот это аналог вот этого, для случая алгебры, Ли, то есть, такого же рода вещей, вот, ну, и, собственно, вот, я строил такой вот функтор, который уже связан не с какой-то там конкретной проблемой деформации, вот, как мы тут обсуждали, а просто вот с дифференциальной градуированной алгеброй Ли, то есть, с таким вещью. А дальше, значит, с какой-то проблемой деформации связывается вот эта вот алгебра Ли. Так что вот этот вот функтор, который я сейчас напомню, он совпадает вот с изначальным, вот, как бы, вот классически строится. Значит, смысл этого в том, что на, вот, в дифференциальном градуированном мире этот функтор будет всегда совершенно пропредставим. И за это идет борьба. Но он будет пропредставим в гомотопической категории. То есть, ну, вот, там надо еще немножко повозиться, чтобы сказать, в каком смысле он пропредставим. Ну, просто пропредставимость это, ну, это хорошо как минимум тем, что если у вас, ну, что он, если он пропредставим, то он пропредставим единственным объектом, да, то есть, полемия Йонеды, пропредставимость, она всегда, значит, однозначно с точностью до изоморфизма определяет этот объект, которым порово представим. Но так я говорю, что он тут будет пропредставим в гомотопической категории, то, значит, определяет однозначно с точностью до изоморфизма в гомотопической категории. Ну, что, в общем, не то же самое, что изоморфизма вообще ладно давайте начали напомню этот функтор как выглядит значит вот так значит мы берем значит почему то что мы хотим сделать это следующее мы берем вот марок артана квадрику марок артана от же это множество элементов x в первой степени же то есть вот вот в этой первой гравировочной компоненте g это вот когда и равно единица и значит условия dx плюс 1 2 x x равно нулю xx равно нулю ну да я говорил что это условия как бы интегрируемости но вот вот аршак спрашивал почему это называется слоем интегрируемости ну но например если у вас есть связанность какая-то в главном расслоение вы потом берете ассоциированное расслоение с присоединенным представлением группы ли то вас получается некоторая один форма со значениями в алгебре ли же форма связности в ассоциированном линейном расслоение векторном расслоение и собственно вот это уравнение это в точности уравнения кривизны то что это кривизна этой связности равна нулю даже группы ли а дальше мы можем как бы сделать присоединен да дальше мы рассматриваем уже присоединенное представление и в алгебре ли соответственно этой группы ли да ну мы рассматриваем уже у нас действует на алгебре ли присоединенным образом вот и мы можем таким образом с индуцировать векторное расслоение но если же действует на некотором пространстве в это можно с главного расслоения сделать векторное вот и там на самом деле вот связность в этом смысле это будет связность это будет задаваться там один формой со значениями в алгебре ли же и уравнение нулевой кривизны вот она будет собственно вот этим задаваться ну это ну первая интегрируемость я не знаю ну просто ну когда нулевая кривизна то это как бы означает что вы можете ну что интегрируемость это означает что ну кривизна это вообще связность это означает что вы можете двигать вот на базе у вас есть там эти не знаю какой-то пути вы можете вдоль этого пути двигать соответственно векторов слайд в слоях да то есть вы можете вот так вот сдвигать как бы экономическим образом а если кривизна нулевая это означает что если у вас есть там маленькая петелька то вы вот так вот сдвигаете и попадаете туда же то есть голономия равна нулю но в этом смысле это интегрируемость ну вот ну и это наверное это больше чем аналогия ну например это уравнение возникает еще еще в таком значит ситуации что когда у вас есть группы ли просто но это частный случай в каком-то смысле когда у вас есть группа ли или даже группа ли фактор по дискретной подгруппе вот дискретная подгруппа то вы можете на этом деле написать один форму со значениями в алгебре ли один форма со значениями в же вот это один форма устроена таким образом но что просто очень геометрическим что если вы рассматриваете касательный вектор то вы вот какой-то в какой-то точке то вы можете потом этот касательный вектор там левым или правым сдвигом сдвинуть в единицу этой группы ли да и это будет некоторый вектор в алгебре лиже и таким образом вы получаете форму со значениями вот в алгебре лиже и эта форма тоже вот будет удовлетворять уравнению майора картана то есть ну вот ну правда тут ну ну да то есть в общем в общем это вот я не знаю ну вот про связанности по крайней мере это понятный пример и это вот говорит о том что вот интегрируемость вот в этом смысле что голономия вдоль маленькой петельки она не зависит от ну вообще связанность называется интегрируемость у нее нулевая кривизна как бы потому что вы можете и локально проинтегрировать вот но то есть в этом смысле вот оказывается что общий случай который вот мы вот здесь можем таким образом соорудить это ну да но потому что по связанности со значениями в алгебре лиже мы можем вот в первом примере мы можем действительно написать такую вот дифференциальную градуированную алгебру ли а именно мы можем ну вот написать там сечение от нашего там расслоения которое линейно у которого слой же до алгебры ли дальше можем написать сечение от один форм на же нет просто можем написать я извиняюсь можем написать функции на значит вот потом она отображается в один формы это отображается в два формы на же и так далее это задается вот этой вот к вариантной производные там ну это на самом деле оказывается даже алгебры ли и уравнение мара картана в этом случае это в точности вот уравнение ну интегрируемости связности потому что элемент степени 1 это вот вот этот вот элемент x у нас будет принадлежать здесь и лежать здесь и уравнение интегрируемости это в точности означает что вот эта матрица связности интегрируем а ну на самом деле это ну на самом деле да это удивительно что такое такой формализм работает в общем случае имеет очень большой смысл то есть что вот это вот уравнение мара картана она возникает совершенно в других ситуациях совершенно в общем далеких от этих связностей вот ну в общем короче говоря то что я хочу сказать это то что мы рассматриваем вот как тут написано вот эти вот x вот уравнение мару картана совершенно это имеет смысл без всяких связность еще раз напишу вот то есть это для любой даже алгебре ли да то есть это связности тут совершенно не причем плюс примере ну же это вот весь этот комплекс то есть c да вот это все это наша а же маленькая или или же вот вот это же вот то это алгебра ли некоторые группы то есть у нас будет линейное расслоение со слоем вот но это другое же маленькое это не то что самое что здесь да это вот некоторое ну верторное пространство не градуированное в данном случае вот и это будет некоторое значит линейное расслоение на нем будет будет определен вот этот вот оператор который там удовлетворяет да то есть это тоже должен написать же конечно же вот ну да то есть это вот ковариантная производная такая которая там индуцируется связанностью в главном расслоении и и на этом есть структуру алгебры ли потому что у вас просто вот алгебры ли умножается на коммутативную некоторую алгебру форм на всем комплексе да да то есть это получается сейчас в случае вот такого дела в котором значит соответственно уравнение марокартана это в точности уравнение кривизны нулевой кривизны соответствующей связности нет то есть в принципе наверное можно считать что вот все обобщается с этого примера но но очень не знаю но очень можно вот раз начинать вот с такого и оказывается что вот в прошлый раз мы разбирали просто алгебраические примеры мы показали там в конце в деталях что если у нас ну мы определили там комплекс хокшильда а то стативной алгебры и мы показали что вот это даже алгебры ли вот и она значит начинается с вот вот ее ну сдвинутый на единицу это даже алгебры ли вот вот сам комплекс хокшильда кат и его член это хом из а степени к в вот над полем все это дело и это тоже ну да над полем ну и соответственно вот с точки зрения алгебры ли то есть g1 это хом из а в квадрате в а ну давайте ну я не знаю я это просто в конце прошлого раза написал как выглядит дифференциал как выглядит скобка поэтому давайте я не буду часто все повторять вот есть видео ну и на самом деле вот и было показано следующее что если у нас вот fg это было какое-то умножение в а а тут некоторый абьюз происходит это а это не арктина в алгебра это а это стативная алгебра в данном случае любая совершенно или даже но не важно вот умножение в а и а и и оказывается что уравнение майору картана на вот это это в точности равно нулю тогда и только тогда когда ф старже а и а то есть ну в данном случае вот интегрируемость это то же самое что ассоциативность вот в общем оказывается что вот вот это вот уравнение Майоро-Картана, это как бы морально надо воспринимать таким образом, что это вот то, что соответствует нашему функтору от Артенова алгебра, но до того, что мы взяли, отождествили, взяли фактор по эквивалентностям. То есть это вот как бы вот морально, да, где тут Артенова алгебра, конечно, вы меня спросите, я вам сейчас скажу. Значит, ну в принципе тут Артеновой алгебры пока нету, но значит дальше дело в том, что я в этом формализме хочу некоторые вот такие решения уравнения Майоро-Картана хочу отождествлять. Вот, и чтобы вот их отождествить, я их в принципе не могу отождествить вот просто так напрямую, потому что, ну, мне нужно будет интегрировать, там, брать такие вот экспоненты, а я это делать не могу в алгебре Ли, которая бесконечно мерна. Да, кстати, вот в прошлый раз я допустил некоторую неточность, когда говорил про формулу Кэмпбелла Бейкера-Хусдорфа и про ее сходимость, то есть когда у нас алгебра Ли, например, конечномерна над вещественным полем, то при достаточно маленькой окрестности этой алгебры Ли у нас сходимость есть всегда, потому что по третьей теореме Ли есть соответствующая группа Ли, а значит, ну, а собственно формула Кэмпбелла Бейкера-Хусдорфа, она именно так и написана, чтобы как бы соответствовать вот экспоненциальному отображению в группе Ли. То есть у нас всегда есть сходимость, в конечномерном случае, по крайней мере, над вещественным полем. Вот, а я, да, то есть на бесконечномерном случае это уже, в общем, не так и никакой сходимости всех этих экспонентов у нас нету. Вот, поэтому, значит, приходится вводить эту сходимость руками и вводится она таким образом, что, то есть я сейчас заменяю алгебру Ли-Ж на, грубо говоря, алгебру Ли со сходимостью. Я делаю следующее, что если А это Артинова алгебра, которая есть К плюс М, то я могу заменить Ж на Ж умножить на М. И это будет хорошо тем, что когда я буду брать много-много-много-много итерированных скобок, то, значит, достаточно, ну, вот если я буду брать что-то такое типа х1, х2, х3, вот, когда они все в Ж умножить на М, то при достаточно большом количестве этих скобок, а именно вот М, которое вот здесь равно нулю в степени n, это всегда будет равно нулю. Ну вот, и на самом деле это будет сейчас полезно. Вот, значит, смысл был в том, что я хочу вот такие преобразования, вот, например, кто является вот этими вот преобразованиями, которые вот этими d. Я вот здесь писал про вот такое d, да, вот про вот этот случай. Ну, то есть вот я хочу вот такого рода преобразования сказать тоже внутренним образом в терминах моей дифференциально градуированной алгебры Li. То есть вот у меня есть psi. Вот psi это значит, что у меня ассоциативное произведение. Вот. А как мне сказать, что такое d? Ну, d, оно будет каким-то образом соответствовать нулевой компоненте. Приходит из g0. Значит, g0 это в данном случае будет хом из ова. Ну, действительно, наша d это вот хом из ова. Вот. И, ну, правда, какого-то специального вида. Там d равняется, там, единица плюс, там, h бар, что-то такое. Или плюс m на что-то, плюс m на, ну, да, плюс m можно было написать плюс m на d штрих. Вот. То есть вот какая-то, как выражение какого-то такого вида. Вот. Я хочу эти выражения написать внутренне, связанно, значит, с этой алгебры Li. Они называются там калибровочными преобразованиями. И это делается таким образом, что, значит, вот, если у меня есть некоторая, значит, альфа, которая принадлежит нулевой компоненте моей алгебры Li, вот, то я могу с помощью этого альфа построить векторное поле на первой компоненте. И строится оно таким образом, что вот пишется так, что гамма или х, ну, да, можно так сказать, гамма. Ну, то есть, что вот этот вот вектор в точке гамма, это равно, значит, альфа гамма минус d альфа. Вот. Значит, какой в этом смысл? Смысл в том, что оказывается, что когда я интегрирую это вверх, то есть, этим делом я добиваюсь, что вот в каждой точке гамма, которая в g1, у меня, значит, в ней сидит какой-то вектор. И дальше я могу, то есть, у меня получается векторное поле на g1, которое связано с элементом альфа из g0. И дальше оказывается, что если я могу, по крайней мере, попытаться это векторное поле проинтегрировать в терминах, в контексте, значит, однопериметрической группы автоморфизмов, да, дефиаморфизмов. То есть, это означает, что я хочу найти там такое фи т, там, допустим, из некоторой окрестности в себя, такое, что фи там от т1 плюс т2 равняется фи от т1 на фи от т2, и d фи т по dt в точке там гамма, оно равняется вот этому векторному полю, которое сидит в точке гамма. Ну вот, и на компактном многообразии это можно сделать всегда, а на локальном, а на некомпактном нет. И, да, и, значит, там я говорил, что можно привести какой-то пример очень быстро растущего поля, типа экспоненциально, и ситуация будет такова, что для любого, вот если у вас есть там, допустим, на прямой какой-то, или на открытой окрестности точки, на прямой какое-то очень быстро растущее поле, то тогда вот оно будет, тогда t, при котором вот некая точка, вот эта точка 0, а эта точка эпсилон, то есть то t, при котором эта точка эпсилон уходит на бесконечность, оно будет зависеть от этого эпсилон. То есть невозможно будет придумать, ну то есть можно, да, сделать так, чтобы чем там оно уменьшилось, ну чтобы, грубо говоря, вот это t, ну то есть грубо говоря, чтобы вот это вот фи т было, не было определено ни в какой окрестности, вот это, ну то есть если векторное поле очень быстро растет, это такое упражнение, то есть если вот векторное поле растет очень быстро, то на некомпактном многообразии, например, на открытом, на интервале, ну да, на открытом множестве или на всей прямой нету такого t, при котором, ну да, при котором, значит, то есть ни при каком t эта вот вещь не определена для всей прямой. То есть для любой, ну да, то есть правильно сказать так, наверное, правильно сказать так, что вот для любого, ну что вот, да, вот есть, ну что у меня будут точки какие-то там, то есть оно будет, не будет определено на каких-то там точках, эти точки будут там уходить на бесконечность и это будет, ну да, то есть для каждого фи т какая-то точка будет уходить на бесконечность И на самом деле это приводит к тому, что ни при каком t, φt не определено, ни при какой окрестности нуля вот этой t, это не определено на всей прямой. Но это на самом деле легко просто так подумать, там на задачу взять какое-то быстро растущее векторное поле. Ну вот, и тут мы хотим сделать что-то такое, но для начала смысл этого в том, что если я вот эти решения уравнения Майора-Картана интерпретирую как некоторую интегрируемость, то я хочу, чтобы это векторное поле сохраняло вот эту квадрику Майора-Картана. И в прошлый раз мы показали, что оно сохраняет квадрику Майора-Картана, то есть что вот это вот векторное поле при любом альфа, вот это вот то уравнение, да. И мы, вот Майора-Картана, да, ну она квадрика, потому что она второй степени по гамма, да. И мы показали, что вот в альфа, да, только я могу написать, вот в альфа, да, что в альфа касательно к вот Майору-Картану под G. Ну это элементарное утверждение, потому что, ну если вы ведете какие-то координаты, которые там x1, там x что-то, которые параметризуют, ну базис какой-то выберите в первой компоненте, да, то у вас в этих x-ах это будет уравнение второй степени. Ну потому что у вас, ну вот же это уравнение, да, там D это линейный оператор, а скобка это квадратичный оператор. То есть это будет такое уравнение неоднородной второй степени, будет у него там линейная часть и квадратичная часть. Ну потому что скобка это билинейное отображение, смотрите, скобка это вот из лямбда квадрат G в G. Ну вот обычная, например, скобка на алгебре, вот не в супер смысле, а на обычной алгебре Ли. Ну вот, допустим, у вас есть какое-нибудь уравнение типа x1, x2 плюс x2, x3, допустим, плюс x1, x3 равно 0, где x1, x2 и x3 это элементы алгебры Ли же, да. Ну вот утверждается, что это, если я введу теперь в G некоторый базис, это будет там уравнением второй степени. Понятно же, да? Ну вот это то же самое, ну просто скобка это билинейное отображение, поэтому если я введу какие-то координаты, это будет уравнение квадратичное второй степени. Да? Объяснил? Нет, ну в общем, смотрите, тут было некоторое вычисление, которое там, ну нужно было как-то все-таки объяснять. То есть смысл в том, что вот в этом векторном поле тоже есть линейная по гамма часть, это вот это, и постоянная по гамма часть, и дальше там говорилось, как у таких линейно-постоянных векторных полей там считать скобки через коммутаторы матриц, в общем, для того, чтобы там… Да, ну в общем, утверждения тут на самом деле два. Значит, вот это вот второе утверждение, а первое утверждение заключалось в том, что вот это g0 в векторные поля на g1, вот, при котором альфа переходит в альфа, это отображение алгебры линей. Вот, и мы доказали оба утверждения, то есть вот для первого утверждения нам нужно было считать скобки, вот, а для… То есть нужно было взять скобку там двух таких вот в альфа и посчитать скобку соответствующих векторных полей. Ну вот, да, и оказывалось, что скобка переходит в скобку. А вот здесь нам нужно было показать, что в альфа касательно к майору картану. Ну, на самом деле мы это все в деталях вроде бы и качественно в прошлый раз показали, да. Давайте я не буду это повторять, если что, можно посмотреть. Вот, ну, на самом деле смысл вот этого вот, этого дела заключается в том, что, ну, для того, чтобы вот эти все, ну, просто можно, мы же хотим как бы теперь проинтегрировать вот это вот в альфа до соответствующей однопериметрической группы дефиоморфизмов, да, и вот тут приводились некоторые формулы, а именно, что на самом деле, ну, я сначала напишу, ну, да, что вот если мы напишем формально совершенно фи равно экспоненте от альфа, вот, то вот это вот уравниваем, как бы действие, гамма это элемент из G1, то вот это действие будет выглядеть таким образом, что это будет эксп от, ну, то есть это будет, да, фи от гамма от фи в минус первый минус дефи умножить на фи. Это как бы интегра, сейчас объясню, ну, напишу, что это такое. Это интеграл вот этого вот моего поля в альфа, то есть эксп, правильнее сказать, от в альфа, вот, и это, не, ну, смысл в том, что для того, чтобы, то есть месседж такой, что чтобы мы могли это, вот у нас есть касательное поле к этой квадрике, я хочу теперь это касательное поле проинтегрировать до однопараметрической такой вот группы автоморфизмов, да, и когда я, это вот будет такой вот как бы поток на этой квадрике, такие вот траектории этого векторного поля и элементы, которые лежат на одной и той же траектории, я хочу отождествить просто. Это и будет вот отождествление таким D. То есть, ну, вопрос просто в том, что для того, чтобы я эти траектории написал, мне нужна сходимость вот этих вот экспонентов. А для того, чтобы она была, значит, мне нужно, ну, может быть, еще как-то можно извратиться, но вот то, что люди делают, это они же сначала умножают на максимальный идеал артиновой алгебры, и после этого вся сходимость получается автоматически. То есть, на самом деле, я каждому же сопоставляю вот этот вот Майор-Картан по модулю эквивалентностей, но если Майор-Картана можно определить без всякой артиновой алгебры, то уже вот эти вот эквивалентности требуют сходимости, и для этого я умножаю сначала на артиновую алгебру. Да, 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 сейчас, сейчас скажу, да, 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 сейчас. Продолжение следует... Ну да, то есть, сейчас, прежде чем отвечать на ваш вопрос, я еще вот напишу более точно, что вот артиновой алгебре там А, артиновой алгебры, я сопоставляю Майор-Картана от G умножить на M, вот, фактор по эквивалентности, да, в этой G умножить на M. Да, совершенно верно. Вот, и это некоторое множество. То есть, значит, вот у меня есть эта квадрика, это надо так представлять, и вот есть вот это вот поле V альфа, и оно интегрируется до таких вот однопариметрических подгрупп, потому что у меня есть сходимость, и вот, собственно, моя эквивалентность, которая аналог вот этой эквивалентности с D, которая где-то тут была написана, она отождествляет две точки, которые одна переходит в другую, значит, вот посредством такой вот потока этого векторного поля. Это просто некоторый общий формализм, да, то есть что-то я рассказываю, то, что было в прошлый раз, по-моему, и чуть менее четко, то есть, ну, я не знаю, ну, просто как-то так получилось. Ну, давайте, да, ну, на самом деле это было действительно сказано в прошлый раз, поэтому вот если разобраться, то вот эта вот гамма, она переходит на самом деле в следующую вещь. она переходит в сумму по N. Присоединенное действие от альфа в степени N, примененное гамме, делить на N факториал, вот, минус сумма по N. Ну, если вот понять, что все эти, вот, что экспоненты этого векторного поля означают, единица на N плюс 1 факториал, вот, и тут взять производную, это присоединенное действие альфа в степени N и применить его к D альфа. D альфа — это вот дифференциал в G. Ну вот, то есть на самом деле вот у нас есть такие вот операторы, которые, конечно, вообще говоря, расходятся, потому что мы тут берем такое суммирование и, ну, например, если мы представим себе, что наша алгебра Ли свободна, наша G, то, ну, то тут получится такая вот бесконечная сумма, да, вот в свободной алгебре Ли вот будет бесконечная сумма. То есть это значит, что это вообще значит, присоединенное действие? Значит, я беру альфа, гамма, потом еще одну альфа, да, потом еще одну альфа и так далее, и потом я суммирую по всем N, у меня получится, и то же самое тут, в принципе. У меня получится такая вот бесконечная вещь. И они, эти бесконечные вещи, ну, не имеют смысла в прямой сумме, да, то есть у меня как бы элемент алгебры Ли должен быть конечной суммой, это будет бесконечная сумма. То есть, ну, поэтому нужно умножать на M. Ну, как-то так. Ну, слушайте, ну, это вот про эти вещи я говорил, на самом деле, в прошлый раз. Давайте я не буду сейчас на этом останавливаться, если позволите. Ну, вот, ну, значит, дальше я сказал, что, да, дальше я хотел, на самом деле, сегодня рассказать про то, как показать, что вот эта штука пропредставима. Это мы в прошлый раз, значит, не обсудили. Ну, вот у нас была бар-ку-бар двойственность некоторая, то есть у нас было, что хом в алгебрах, да, от-ку-бар от С, а тут А. Тут А это не Артенова там. Вот, это то же самое, что хом в-ку-алгебрах от С в бар от А. Вот, а, да. Вот, и это то же самое, что элементы, вот, ну, они назывались тогда не Маэр-картана, а Твистинг, да, в СА. Вот, ну вот, а вы были тут, вот, когда я об этом рассказывал, или тоже не были уже? Не были, да? Нет, ну, тут говорится такое, что на самом деле вот у нас есть категория алгебр вообще всех, не обязательно ни с единицей, то есть не обязательно единичных, унитальных. Вот, есть категория ко-алгебр. Ну, категорию ко-алгебр нужно, значит, чуть-чуть более точно определить, чего я сейчас сделать не буду. И, значит, тут есть два функтора. Вот здесь есть функтор от ко-алгебры в алгебры кубар, а тут есть функтор бар. И говорилось, что, значит, эти два функтора, они сопряженные. И для того, чтобы это доказать, и левая, и правая часть, вот того, что мне нужно сказать, что они равны, интерпретировалось как твистинг вот морфизма в некоторых вот таких делах. Значит, что это такое? Это я беру хом из СВА, и это всегда ассоциативная алгебра. Вот. Ну, потому что если у меня есть там F и G из СВА, то я могу взять, написать их умножение, вот, от С, просто как F умножить на G, примененное к дельта С, а после этого как умножение в А. Значит, что тут написано? Что я могу взять С, отобразить его в С умножить на С, на С. Вот. Это будет дельта. Ассоциативная алгебра. Тут взять F умножить на G, ВА умножить на А, и тут взять отображение ВА, умножение просто. То есть, С это коалгебра, А это алгебра. И у меня получается такая ассоциативная алгебра. Вот. А что такое значит твистинг? Твистинг это я беру элемент, то есть, значит, у меня вот есть HOME из СВА, это получается ассоциативная алгебра, и X отсюда принадлежит твистингу из СВА по определению. Это значит, должен быть элемент степени 1. Ну, у меня как бы и А, и С, это какие-то могут быть годуированные, в принципе, вещи. То есть, степени 1 такие, что значит, X такое, что DX плюс X умножить на X равен нулю. Да, вот так. Где X и X, это вот звездочка, это вот такая вещь. Ну, это мы тоже уже делали, много уже лекций назад. То есть, на самом деле, первым делом оказывалось, что для того, чтобы, например, определить вот такое в категории алгебр, ну, кубар это свободная алгебра, если мы забудем про дифференциал, которая порождена С, сдвинутым на единицу вправо, то есть на минус 1. вот, то есть это получается, что я должен взять С минус 1 ва, вот, такие вот отображения, то есть хом из С ва степени, взять элементы степени 1. Ну, а дальше, на самом деле, у меня на кубаре есть дифференциал, который не действует только вдоль образующих, то есть у него там есть, то есть он С переводит в квадрат С и так далее, поэтому я не могу сказать, что это просто некоторый элемент здесь, от которого там D равно 0, потому что вот дифференциал вот здесь, например, в кубаре, он, как устроен он С, переводит С умножить на С, вот, и так далее, да, то есть такой кубар дифференциал. То есть у меня возникает некое квадратичное условие на этот Х отсюда, и вот оно тут выписано, и аналогично вот здесь, то есть бар, он порожден А сдвинутым наоборот на единицу, и у меня получается некоторый морфизм из С в А сдвинутый на единицу, и на него тоже возникает некоторое тоже квадратичное условие, потому что дифференциал в баре перемешивает эти кообразующие в свободной коалгебре. Ну вот получается такая вещь. А к чему я сейчас все говорю? К тому, что на самом деле для того, чтобы понять, что такой функтор, он как бы представим чем-то, нам нужен аналог, вот тот функтор, который мы тут построили, нам нужен аналог всего этого для ли и ком. То есть у нас, значит, будет теперь, ну, допустим, вот так, да, алгебры ли, а тут будет, значит, ком, вот, я вот так напишу, си ком, это означает, что коалгебры коммутативные. Вот, то есть, значит, вот оказывается, что если я рассматриваю ассоциативные, то у меня и с той стороны, и с другой стороны будут ассоциативные g, с одной стороны алгебры, с другой коалгебры. А если я с одной стороны рассматриваю, например, ко-коммутативные коалгебры, то вот здесь у меня будут там алгебры ли, и наоборот. Это связано с тем, что кошелево-двойственная опирада, копираде ассоц, ассоц это значит двойственная, это там ассоц сдвинутая на единицу, а здесь это будет значит, что кошелево-двойственная копираде ли, это ком сдвинутая на единицу, и кошелево-двойственная ком это ли, сдвинутая на единицу. То есть это все неспроста. Ну, в общем, короче говоря, вот здесь можно построить такие же вот функторы, как вот было здесь. Вот здесь это будет комплекс Шевалей-Ленберга, вот G, там с постоянными коэффициентами. А здесь это будет вот более интересная вещь, это будет комплекс Харрисона от X. И вот у нас, значит, получается, что есть два таких функтора. Давайте я их сейчас напомню, что ли, или построю. Вот, и к чему это все будет приведет, да, к тому, что у нас, значит, вот хом в, там, допустим, алгебрах ли, в ли, вот из G вот в это, в L от X, да, сейчас, 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 нет, наоборот, только наоборот, да. То есть в ли из L от X в G, да, это то же самое, что хом в коммутативных по алгебрах из X вот в это вот Шевалей-Ленберга от G с постоянными коэффициентами. Ну, тут, на самом деле, с плюсиком, то есть без констант. Вот, и чтобы это доказать, на самом деле, я делаю то же самое. Я и ту, и другую часть интерпретирую как вот хом из X в G. И это вот, вот это вот будет всегда алгебра Ли. На самом деле, даже в ассоциативном случае, ну, что будет алгебра Ли? Будет хом из Xа, из коммутативной, да, вот этой вот коалгебры, будет в G. Вот это будет вот алгебра Ли. А дальше я беру элемент степени 1, то есть X хом 1 из X в G. То есть, где еще раз, X это коммутативная коалгебра, а G это алгебра Ли. И вот хочу найти такие вот буквально уже уравнения Майоро-Картана. DX плюс 1 вторая XX равны нулю. Вот, и оказывается, что и то, и другое, оно, значит, отождествляется с этими вот твистинг, такими вот отображениями, ну, и таким образом доказывается по аналогии с вот случаем ассоциативным, то, что есть двойственность, да, то есть присоединенность. Ну, вот, давайте прежде чем это делать, я, допустим, скажу, как это все применяется. Ну, применяется это понятно как. Я вот, значит, тут положу, что у меня X это A со звездочкой. Это вот где A в данном случае уже артинова алгебра. Вот, тогда это, значит, коммутативная коалгебра. И поэтому я могу вот здесь вот рассмотреть хом. Да, хом. На самом деле здесь будет, если так разобраться, тут будет вот фактор поединиться. То есть тут будет именно M стоять, а не A со звездочкой. То есть M. Вот, хом из M в G. Ну, то есть будет как бы вообще морально тут должно было… То есть на самом деле тут правильно написать вот X бар в некотором смысле. И, ну да, вот в этом, собственно, и в этом месте и заключено то, что тут я сказал, что нужно понимать, с какими коалгебрами мы имеем дело. Ну, в общем, давайте этот момент сейчас немножко это самое замнем. Ну, вот, значит, вот хом над полем из M в G. И, то есть это, собственно, не, не, то есть хом как бы A со звездочкой бар в G. А это на самом деле то же самое, что вот M умножить на G. Вот. И мы в этом деле должны просто вот рассмотреть уравнение Майора-Картана. Что означает, что это вот уравнение Майора-Картана, это вот совершенно то же самое, что мы рассматривали до этого. Мы же умножаем на коммутативную там алгебру и берем, значит, соответствующее уравнение Майора-Картана. Но ни почему его не факторизуем, да? Вот. Ну, то есть смотрите, сейчас я говорю о некоторой другой вещи, потому что мой функтор, связанный с алгеброй Li, это я еще факторизую по вот этим вот потокам. Но пока я не факторизую. Пока вот у меня вот эта вот штука, она, значит, просто то же самое, что Майор-Картан от G умножить на M. Вот. А с другой стороны, с другой стороны, вот то, что я имею здесь, вот, это HOM в коммутативных коалгебрах. Ну, вот это, значит, будет A со звездочкой тут стоять. Вот. А тут будет стоять вот этот вот комплект с Шевалеей Ленберга. от G с постоянными коэффициентами. Ну, понятное дело, что, значит, я теперь хочу это все дело переменить местами. То есть я хочу перейти к двойственной картинке. Вот. Я, кстати, вот хотел вам сказать, что, Игорь, что вот я нашел там некую статью Андрея Лазарева, где он там хитро так пишет про то, как вот переходить, как брать двойственные. То есть вот у вас есть с одной стороны там фильтрованные, ну, в общем, это вы, наверное, и так знаете, там фильтрованный объект, бесконечный, а с другой стороны такой, наоборот, проективный предел. И он там говорит, что вот коалгебры фильтрованного типа просто канонические замор, ну, антиэквивалентны там вот алгебрам проективного такого типа как бы. Ну, в общем, я вам скину. Ну, в общем, короче говоря, мы хотим сказать, что это вот хом в коммутативных уже алгебрах. Вот здесь будет стоять А на последнем месте, а тут будет стоять что-то типа двойственного вот от этого вот же от единицы. Ну, такая вот двойственная в таком немножко, ну, в некотором правильном смысле. То есть эта штука у нас идет с фильтрацией. И вообще, на самом деле, все алгебры, все коалгебры, которые мы вот здесь вот рассматриваем, они фильтрованы. И в этом смысле там есть там некоторое дополнительное рассуждение, что можно к двойственности перейти правильно. И тогда вот то, что будет здесь, будет такой вот проартиновой, что ли, алгеброй. И это будет вот пропредставимым, значит, элементом. Но это будет пропредставимым не в гомотопической категории, а в категории просто коммутативных алгебр. И здесь вот будет не Маэр-картан по модулю эквивалентности, а просто Маэр-картан. Вот. И, значит, это не совсем то, что нам надо, потому что мы же хотим на самом деле функтор деформации, то есть мы хотим здесь Маэр-картан по модулю эквивалентности. Да? Вот. И вот есть статья Хинича, которая называется 90, по-моему, восьмого года, вот, которая называется DG Coalgebras as Formal Stacks. Вот. DG Coalgebras as Formal Stacks. Вот. Где более-менее происходит следующее. Он, ну, рассматривает вот этот adjunction, ну, и не только этот, и вот Bar Co-Bar, например, точно так же можно рассматривает его, то есть он как бы рассматривает то, что называется симплициальная модельная категория. То есть он как бы вводит на, например, там, алгебрах Ли или ассоциативных алгебрах, или на там коалгебрах коммутативных, значит, симплициальную структуру, это модельную. Это значит, что, помимо прочего, есть, значит, симплициальный хом. Вот. И он его… Вот. Ну, если честно говоря, мне кажется, что тут есть некоторая неточность в том, как он его вводит, потому что, вот, собственно, вот вы спрашивали, да, на самом деле, как я беру и алгебру Ли умножаю на коммутативную алгебру, да, или там на М в коммутативной алгебре, вот что это вообще, вот что это над векторными пространствами. На самом деле я могу взять любую алгебру над Айперадой, любой, то есть это может быть там ассоциативная алгебра, коммутативная, что угодно, и умножить на коммутативную алгебру. Может быть, там n-алгебра, в общем, все, что вы можете вообразить. И я могу умножить на коммутативную алгебру и получить алгебру того же типа, что было вот это g. А именно, ну, просто если у меня тут есть, ну, g1 там на а1, вот, умножить на g2, а2, ну, я это как бы вот определяю просто как g1, g2, ну, в случае алгебры ли на а1 умножить на а2. Но, например, заметьте, что если бы у меня алгебра А была бы, скажем, не коммутативна, а ассоциативна, то у меня бы не выполнялась бы кососимметрия, да, то есть что тут, когда я переставляю эти вещи местами, у меня знак должен возникать какой-то, да, с каким-то там, ну, либо минус, либо там плюс-минус в градуированном случае. А если бы у меня бы, ну, а здесь у меня будет, когда я это все переставляю, g2, g1 умножить на а2, а1. Вот. Ну, если бы у вас была бы не коммутативная алгебра, то такое бы уже не было бы алгебры ли. А если она коммутативна, то на самом деле будет. Это… Совершенно, кстати, хороший вопрос, да, хороший вопрос, отличный. Да, она просто же, ну, правильно, вот, замечательно, да, она является просто финальным объектом. Нет, нет, начальным объектом, начальным, да, начальным объектом, потому что она состоит только из, ну, вот, что такое вот коммутативная, вот, что такое комм от… Нет, нет, я ерунду говорю, во множествах она является финальной, ну, если я там нелинейную структуру, по крайней мере, рассматриваю, она является, да, финальным объектом. Вот. Атен – это просто, ну, это на самом деле одномерное пространство. Вот, х, при любом n. И оперативный… Ну, потому что, на самом деле, универсальная операция на n элементах коммутативной алгебры, она есть одна. Вы просто можете взять и их перемножить. Да, 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 совершенно верно. Ну, это как бы означает… Не, ну, скорее, это на самом деле тут даже не важно в финальном или не финальном, в верхних пространствах она даже и финальным-то толком не является, но это означает следующее, что если у вас есть алгебра там А над опирадой О1 и алгебра Б над опирадой О2, вот, то А умножить на Б, вот, на самом деле является алгеброй над опирадой О1 умножить на О2 в том смысле, что как-то это произведение называется, но я имею в виду, что О1 умножить на О2n равняется О1n над полем на О2n. Но на самом деле это опирада. Да, 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 единица в моноидальных категориях. Ну, в этом смысле, да, вот в этом смысле. Ну, это не та моноидальная структура, вот, которую мы изучали. Да, на опирадах. На симметрических последностях. Да, 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 да. Это не в этом, там, да, нет, это вот в этом смысле. Это как называется, и вот я не помню, как это научно называется в книжке Ладея, которая является основным, как сказать, сейчас референсом. Вот именно вот эта вот моноидальная структура. Вот, ну да, то есть вот А умножить на Б является как бы алгеброй над таким, а вот это у нас просто одномерное пространство для ком, поэтому совершенно верно, да. Ну, ну, в общем, морально это даже и без этого понятно, вот, например, потому что если у вас есть вообще структура любого типа, например, вот то, что называется алгебра Герсон-Хаббера, то есть, например, х1, там на х2, там есть скобка и умножение, х2 умножить на х3, там должно быть равно х1, х2, там на, это тоже должно быть коммутативное умножение, я как пример просто привожу, плюс там х1 на х3 на х2. Ну и вот, если вы теперь берете вот эти вот х1, х2, х3 умножаете на элементы коммутативной алгебры, то легко показать, что то же самое тождество будет выполняться и после этого умножения. И вы тут существенно используете то, что вот вы умножаете и можете переставлять как угодно вот ваше произведение там. Да? Я понятно говорю более-менее? Да? Вот, ну, короче говоря, значит, вот это такая история. И вот мне кажется, что вот Хинич там немножко как-то, может быть, я просто его не понял, потому что я в последнюю очередь хочу критиковать Володю Хинича, он замечательный. Вот, но он вот эту вот симплициальную структуру определяет для коалгебр, по крайней мере, каким-то образом, который, вот мне кажется, не совсем работает. То есть смысл в следующем, что он хочет вот теперь, как бы вот, чтобы, то есть мы хотим, то есть в чем наша цель? Наша цель, вот здесь мы что видим? Мы видим, что у нас вот эти вот Маура-Картана, оно, значит, представимо, ну вот если мы верим во все вот эти вот двойственности, то, что мы можем перейти, то оно, значит, вот пропредставимо вот этим двойственным коалгебре Шевале-Элленберга, которую я, кстати, еще не определил. Ну, давайте я вот сейчас скажу еще несколько слов, а потом я лучше вместо того, чтобы говорить про Хинича, я определю вот все вот то, что вот это и что такое вот это. Значит, да, значит, он хочет вот эти хомы в алгебрах Ли и в коммутативных коалгебрах сделать так, чтобы они принимали значение не во множествах, а в симплициальных множествах. И тогда, значит, вот это вот тождество, вот все вот, и вот это было бы тоже симплициальным множеством. То есть вот это были бы три симплициальных множества, которые были бы просто вот изоморфные. Ну, да, даже не гомотопические, а просто вот на самом деле симплициальные множества. Вот, ну и после этого там он, ну, например, если мы перейдем, ну да, А, и вот это вот получается очень интересная вещь, потому что вот эта вот Маора Картана, она получается тоже симплициальным множеством, и поэтому можно посмотреть, что такое его пиноль, например, как симплициальное множество. И оказывается, что его пиноль это на самом деле просто вот элементы Маора Картана по модулю гомотопических эквивалентностей, а вот как мы определяли выше. То есть оказывается следующее, что вот если G, нет, если вот это вот А, да, вот если вот это А, это, то есть М, это нельпатентная алгебра, вот, то есть если вот эта алгебра и нельпатентна вся вместе, то оказывается, что действительно вот можно, вот это пиноль определяется, вот в этом симплициальном уже Маора Картане пиноль определяется точно так же, как мы делали выше, но это некоторое вычисление. А если она не нельпатентна, то оно определяется как-то, а как непонятно, но это все равно имеет смысл как пиноль. Поэтому когда мы ограничиваем, но оно имеет смысл вот просто вот в контексте вот этих симплициальных модельных категорий. То есть согласование наивного определения с симплициальным, оно проходит только для нельпатентной вот алгебры Ли. Нет, но теперь у вас просто вот и это, и это, и вот это, это симплициальные множества. А дальше, если у вас есть симплициальные множества, но вы можете перейти к пиноль, например. Нет, вот эти вот, вот эти вы имеете в виду. Нет, эти вот я собираюсь определить, да. Ну просто дело в том, что я на самом деле про хинича я не совсем могу сейчас рассказать, просто потому что я не очень понимаю, вот можете сами поглядеть потом, может вы лучше это поймете, вот в 7, 1, 2, вот он определяет, ну, нет, но он, короче говоря, как он определяет эту симплициальную структуру? Он строит некую стандартную алгебру, которая вот есть для n, вот такая вот алгебра, омега n, которая есть, значит, k от t0, ну, это как бы функции на симплексе, грубо говоря, то есть формы, я извиняюсь, вот формы, да, киллеровые формы на симплексе, то есть, значит, tn, d, t0, так далее, d, t, n, вот, и это факторизуется по, значит, сумме t и тх минус 1 и сумме d, t и тх, то есть, вот эти штуки равны нулю, ну, имеется в виду, что у вас симплекс стандартный, n мерный, он как задается, что это, вот, ну, что это в n плюс 1 мерном пространстве, вот такая штука, да, вот, то есть, это, значит, то есть, это, а? Какие? Квилиновские. Ну, вот. Суливановские, может быть, нет? Да, 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 да. Это я, ну, да, ну, давайте я, вот, это, может быть, в следующий раз покажу, потому что, вот, я хочу в следующий раз уже говорить только, может быть, об этом, ну, что я хочу, ну, пока я просто не понимаю, если строго говорить, я не понимаю другой вещи, вот он говорит, что можно, тут-то мы показали, что любую алгебру над эпирадой можно умножить на коммутативную алгебру, и мы получим алгебру над той же эпирадой. А вот тут это же рассматривается как алгебра. То есть, вот это рассматривается не как коалгебра, а как алгебра. И дальше он говорит, что если есть две, допустим, коалгебры, x и y коалгебры, то можно определить такой красивый хом, а вот n от x в y можно определить просто как обычный хом в коалгебрах. Вот, от x, ну, только вот уже в коалгебрах над вот этой вот омегой n. Вот, на x умножить на омега n, y умножить на омега n. Но тут у меня есть некоторые вопросы к этому, значит, определению, потому что я не очень понимаю, как можно на коммутативную коалгебру… Нет, это-то… Да, да, как можно на коммутативную коалгебру умножать коммутативную… Ну, любую коалгебру умножать коммутативную алгебру. То есть, я вообще не очень понимаю, каким боком эта штука будет коалгеброй, если честно. То есть, мне кажется, что нужно скорее рассматривать какую-то вещь, двойственную к этим вот, как вы говорите, суливановским формам. И как их определить? Ну, я не знаю, может быть, я не понимаю просто. То есть вот это вот является алгеброй, омега, а вот это является, значит, коалгеброй. И мы хотим как бы сказать, что вот, значит, вот мы рассматриваем хомы как вот над, то есть над линейными, над этими самыми омега-н, коалгеброй. Но я этого не очень понимаю. То есть мне кажется, что на самом деле скорее мы тут должны писать двойственные к этим омегам. И эти двойственные нужно каким-то образом определять таким образом, чтобы это все, в общем, имело смысл. В общем, я не понимаю на самом деле. Как вы же буквально это не имеет смысла. Ну, в общем, на мой взгляд, может быть, я не прав. Вот. Ну, в общем, давайте я просто идею, по крайней мере, идея, по крайней мере, так сформулированная абстрактно заключается в следующем, что мы хотим вот каким-то вот таким вот образом ввести тут еще параметр n. И таким образом, чтобы вот все вот это вот было симплициальным множеством. То есть при разных n, чтобы вот у нас n, там n минус 1, n плюс 1, чтобы между ними были отображения, как в категории дельта. Вот. И после этого мы хотим, чтобы вот это вот равно вот этому и равно вот этому, вот было верно уже там, а? После добавления n, да, да, при любом n. Уже с красивыми хомами. Это будет, ну, это будет просто равенство симплициальных множеств. Да, да. А дальше, значит, мы можем перейти к пеноль от этих симплициальных множеств. И можно вот провести вычисление, которое я все же на следующий раз замну, вот что вот если посмотреть пеноль здесь, то для нельпатентной вот этой вот алгебры ли, оно совпадает с тем определением с помощью потоков, которые мы давали до этого. Вот. Ну, это я скорее, нет, это вычисление я понял, потому что, ну, а? Нет, ну, все вместе, нет, нет, все вместе. Мы рассматриваем тут некое g, вот мы все это заменяем на g, если это g, это нельпатентная алгебра ли, у нас есть маур-картан n от g, ну, по-любому как-то определенный, и, значит, вот пеноль от этого маур-картан от g, в случае нельпатентной g, это вот в точности то, что мы определяли до этого. Да, 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 вот, а, значит, ну, ну, вот, и, в общем, вот эта штука, значит, называется комплекс Шевалея Элленберга, Шевалея Элленберга, а это называется комплекс Харрисона. Вот, то есть это некая алгебра ли, свободная. Вот, ну, в общем, у меня тут, у меня тут некое непонимание, мне кажется, что надо переходить вот так, как у нас с одной стороны алгебры, а с другой коалгебры, и мы хотим вот это вот омега n и на алгебры, и на коалгебры, чтобы как-то распространялось. То есть мы хотим, чтобы вот и в алгебрах, и в коалгебрах, чтобы это было симплециально множество, и мы хотим как бы единообразно это все определять, да. Ну, вот, я не знаю, может быть, у меня какое-то непонимание. Я помню, что когда-то давно я даже спрашивал Хинча, потому что мне казалось, что… В общем, по крайней мере, теперь я понял, в чем основной смысл этой работы. На самом деле, он это позиционирует так, что есть симплециальная модельная структура, на самом деле, мне сейчас кажется, что смысл именно в том, что Маэр-Картан представим в гомотопической категории. Потому что известно, он доказывает, что вот эта штука является… Маэр-Картан по модулю гомотопических эквивалентностей, по модулю вот этих потоков, оказывается представим в гомотопической категории, потому что есть такой общий факт, что если у нас есть симплециальная модельная категория, и мы берем первый объект кофибрантным, а второй фибрантным, и считаем вот это вот симплециальное множество Хомов, если взять от него Пи-0, то это будет в точности, значит, Хом в гомотопической категории, если мы его рассматриваем не как симплециальный. То есть у нас как бы, если у нас есть симплециальная модельная категория, то она уж по-любому является модельной категорией плюс симплециальный, и эти две структуры согласованы. Значит, симплециальный, это значит, что есть помимо обычного Хома во множествах, есть еще Хом в симплециальных множествах, и там есть некая аксиома, которая называется CM7, которая, значит, говорит, что как эти две структуры согласованы. Позволю себе ее сейчас не выписывать, но смысл ее в том, что если у нас первый аргумент Кофи вообще, вот если в любой симплециальной категории, если вот у нас есть вот этот Хом в дельта, и первый аргумент Кофибрантина, второй Фибрантин, то и мы берем после этого Пи-0 от этого Хома в дельта, то это будет то же самое, что Хом в гомотопической категории. Но в гомотопической категории мы должны взять Кофибрантный, Фибрантный, и после этого рассмотреть там отношение гомотопической эквивалентности, порожденное там либо левым, либо цилиндром, либо там путем и так далее. То есть есть правая и левая. Вот. А тут мы делаем это просто задаром, просто вот беря Пи-0. То есть в принципе это очень полезно, иметь симплециальную модельную категорию, потому что оказывается, что вот можно просто все вот так вот вычислять на уровне симплециальных множеств, а потом просто взять Пи-0, и оказывается, что это вот дает то же самое, что мы хотим, чтобы было правдой на гомотопических категориях. Вот. Ну то есть, значит, смысл в том, что действительно, если вот в категории коалгебр, вот эта штука, она будет кофебрантной, то есть, извините, фибрантной действительно, потому что она как бы такая свободная. А кофебрантной наоборот в коалгебрах будет любая. Поэтому вот это вот, это действительно у нас вот, вот этот первый аргумент кофебрантин будет второй фибрантин, и мы можем от него посчитать, значит, вот Пи-0. Ну вот, на самом деле, чего Хинич не делает, он не перекидывает это в обратную сторону, то есть, он как бы не раз, вот у нас же изначальная задача про представимость какой-то, про представимость там артиновой алгебры, да, то есть, полной алгеброй, проективным пределом артиновых алгебр, а вот он это вот ограничивается таким. Ну вот, есть сейчас работа Лазарева, Андрея Лазарева с авторами, тоже могу и ту, и другую скинуть вот в чате, где вот делается двойственное утверждение, вот буквально. Ну, в общем, давайте я сейчас, как бы это, я объяснил общую перспективу, и эту общую перспективу я расскажу в следующий раз. Нет, на самом деле, вот эта общая перспектива, она дает вот то, что очень хочется, потому что, вот, например, скажем, если взять лекции Максима Концейча, то он там как-то руками доказывает, что там при каких-то еще условиях на эти дежеалгебры ли соответствующие функторы деформации, то есть, Маэро-Картаны, ну, например, он доказывает, что если две дежеалгебры ли квазизоморфны, то соответствующие вот эти функторы деформации, Маэро-Картаны по модулю эквивалентности, что они просто вот изоморфны для квазизоморфных дежеалгебр ли. А тут это видно просто, не просто сразу, даже для L-бесконечности квазизоморфных, потому что вот эти коалгебры, если они там, если есть квазизоморфизм этих коалгебр, то в точности L-бесконечность отображения соответствующих там алгебр ли. То есть, грубо говоря, это более сильное утверждение, его просто вот можно, ну, нет, главное даже, что не более сильное, хоть бы это был просто квазизоморфизм, но это как-то видно концептуально и вообще невооруженным глазом уже просто. Если есть представимость, то значит все, значит, если два объекта тут изоморфны, и оба являются представляющим объектом для одного и того же функтора, то значит, эти представляющие объекты изоморфны, но изоморфны они в гомотопической категории. Так, значит, давайте, тут уже осталось немного времени, но мы немножко позже начали. Давайте я расскажу, значит, вот про это C Шевалей-Элленберга от G сначала с любым там M, где G M это G модуль. Вот. Ну, это некоторый комплекс, который, значит, считает гомология Шевалей-Элленберга, то есть гомология алгебры Li вот с коэффициентами в M. Ну, значит, это вот устроено так, что у нас сначала есть M в степени 0, потом в степени 1G умножить на M, потом лямбда 2G умножить на M в степени минус 2. Так. Вот. Вот так. Ну и вот здесь дифференциал, это понятно, что просто, ну, надо подействовать, G на M, вот, вот здесь дифференциал, это G1, G2 на M, это вот здесь G1, G2 на M, это переходит в G1 скобка G2 на M минус, ну, я могу сейчас немножко набрать со знаками, да, минус G1, а тут G2 умножить на M, то есть действие, плюс G2 на G1 M. Ну и, в общем, есть, ну, есть такая, там, дальше, то есть, в принципе, ну, этого тоже есть гомологический смысл, в смысле гомологической алгебры, а именно, что это, что это вот тор над универсальной обертывающей, то есть любой модуль над алгеброй Ли, это модуль над универсальной обертывающей, а тут, значит, будет из единицы, из постоянного модуля в M. Вот. Ну, в общем, короче говоря, есть такой комплекс, в котором можно, вот, написать, если есть некоторые просто G1 там на GK на M, то отсюда, значит, пишется какая-то такая вещь, что там, значит, сумма по I меньше G минус 1 в степени и плюс G минус 1, по-моему, да, чтобы если взять 1 и 2, чтобы был знак плюс. Значит, тут пишется, значит, вот вся, а, пишется вот G, G, И, Т, с G, Ж, там, вот, а дальше пишется там G1, вот, и мы, вот, убирая, вот, G, И мы не пишем, это вот, когда мы крышечку пишем, это значит, что мы не пишем, и G, Ж, мы тоже не пишем, вот, и, значит, M тут, то есть тут мы не действуем на M, мы просто берем вот скобку любых двух элементов по I меньше G, то есть если мы в комплексе Хокшильда брали двух соседних, то тут мы так не можем, потому что все кососимметрично во внешней степени. Ну вот, плюс там вторая сумма, которую я уже, наверное, общий знак не соображу, но тут, значит, имеется в виду, что минус 1 в степени, наверное, и плюс 1, я думаю, вот, G1 на так далее, G, И, Т мы опускаем, вот, на G, К, Т, а тут, значит, на G, И, Т, М. Ну, в общем, это такая вот общая формула, но в нашем случае у нас M это тривиальное представление, вот, поэтому вот эта вторая часть будет просто равна нулю, потому что M это одномерное пространство, на котором все G действует нулем, вот, поэтому для нас как бы все сильно упрощается, ну вот, для вот этого случая, потому что мы рассматриваем тривиальное представление. Да, и ну и вот и нам надо, значит, понять просто, что это является коммутативной, то есть в нашем случае вот это вот C, G, единица, это, значит, у него просто вот C катая, это просто лямбда катая от G и ничего больше, и, значит, формула, соответственно, из C, D, из C катого в C, K минус 1, ну вот она устроена как там первая слагаемая, да, то есть там G1, G, K переходит в сумму минус 1 и плюс G минус 1, там G и T, G, 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 G. Вот, и утверждается, значит, что эта штука будет DG куалгеброй. Вот, ну, ну, грубо говоря, в том же смысле, в каком бар от алгебры является куалгеброй. Ну, мне кажется, что тут можно это все, ну, как можно вообще строить структуру куалгебры? Ну, можно просто вот взять этот вот маном и размести его на две части, да, то есть просто взять там, взять часть сумма там по, и сумма по L, там, и 1, и L, тут можно, меньше, наверное, тут, да, можно написать, тут можно написать G, и 1, G, и L, вот, а тут написать, ну, все остальные, да, то есть у нас вот эти E1 меньше, меньше, и L, они должны быть от 1 до K. Ну, и тут вот мы берем первые L, а тут мы берем, вот, остальные, G, G1, так далее, G, G, H минус L, где G1 меньше G, H минус L, это просто дополнительные к И, да, то есть вот это множество, это дополнение вот от единицы меньше, там, то есть от единицы K до K вот к этим вот И. Ну, вот тут еще надо, конечно, знак какой-то поставить, плюс-минус, в зависимости от этого, соответственно, выборки, сколько там у нас есть беспорядков. Ну, вот такое, вот такое, там, копроизведение, и, ну, и это, значит, вот согласовано, как утверждается, вот с такой вот формулой. Вот. Ну, как это, собственно, увидеть? Ну, ну, то есть вот тут мы берем дифференциал просто по правилу Лебница, как сумму двух дифференциалов. Нет, ну, понятно, что когда мы берем вот здесь вот эту вот скобку G и G, G, то всегда будет вот с этой стороны всегда будет вот этот вот фактор, в котором и G находятся там в одном куске. Ну, поэтому это довольно естественно выглядит. Ну, в общем, это верно. То есть верно, что это коммутативная, ну, то, что она коммутативная, коммутативная, это понятно, то есть это коммутативная коалгебра. Вот. И вот здесь, значит, D, здесь D, и вот это вот совпадает. Вот. Ну, и, значит, это вот здесь я не рассматривал, вот, в принципе, здесь C0 это наше поле, но вот для этой науки, ну, да, то есть C0 это вот вообще говоря, тут надо строго определять, какие коалгебры, поэтому мы это поле C0 тоже рассматриваем. А последнее, что я скажу сегодня, это вот про вот это L от X, значит, это комплекс Харрисона. То есть он строит алгебру Ли по ко-коммутативной коалгебре. Не, ну, тут понятно, да, что я должен был сказать, что на самом деле вот это вот G само может иметь дифференциал, как мы уже раньше с этим встречались. И тогда вот этот вот C, это является некоторым бикомплексом, да, то есть вот то, что я тут выписал, это, допустим, горизонтальный дифференциал, а еще помимо этого есть вертикальный дифференциал, когда, ну, если в G самой есть некоторый дифференциал, вот этот вертикальный, он уже сохраняет K. Вот этот там делает из K K минус 1, а вертикальный сохраняет. Он просто бьет по правилу Лемница, значит, вдоль G. И потом мы берем тотальный комплекс. Ну, без пополнений, то есть total sum комплекс. Вот, а теперь, значит, про вот эту, тут обратная конструкция, она строит вот алгебру Ли. Значит, вот у нас есть X, это коммутативная коалгебра, K коммутативная коалгебра, вот, и мы строим по этому делу алгебру Ли. Ну, DG, конечно, это тоже DG, и это будет DG, то есть все у нас DG. Вот, это такая несколько более хитрая, я бы сказал, вещь. То есть это вот аналог нашего кубара, да. То есть мы должны взять первым делом C и сдвинуть на единицу вправо. То есть взять, вот если тут C, который мы раньше X обозначали, взять C минус 1, то есть сдвинуть на единицу вправо. Вот. А потом мы должны взять свободную алгебру Ли, порожденную вот этим делом. То есть просто вот свободную алгебру Ли. Ну, вот оказывается, что вот мы… Ну, об этом можно вообще по-разному, конечно, говорить. Можно сказать, например, так, что вот мы определяли же кубар, да, его совсем просто определить. Но, с другой стороны, вот этот кубар, это, вот если мы берем кубар, вот если мы, например, возьмем кубар от… Ну да, кубар от этого самого, то есть это, значит, тензорная алгебра от C. Это тензорная алгебра от C, там, сдвинутого на минус единицу. А это универсальное обертывающее от свободной алгебры Ли. То есть свободной… Ну, вы же знаете, да, вот про теорему Понкаре, Бергофа, Вита, что свободная ассоциативная алгебра – это универсальное обертывающее от свободной алгебры Ли. То есть это свободная алгебра Ли от этого самого C, сдвинутого на минус единицу. Ну, это все прекрасно, но вопрос заключается в следующем, что… То есть это вот просто вот теорема Понкаре, Бергофа, Вита, что если мы вот это все проделаем, то вот тут у нас есть дифференциал, а мы хотим, чтобы вот здесь вот этот вот дифференциал бил из этой самой алгебры Ли в себя. Вот, и оказывается, что это верно только когда у нас вот эта коалгебра кокоммутативна. Тогда это происходит. Но это можно, конечно, и без этого увидеть. Это я просто как некую мотивацию привел. То есть вот мы можем взять, например, вот кто у нас есть вот в свободной алгебре Ли. Вот у нас есть C, сдвинутая на минус 1. Окей. Есть, значит, теперь внешний квадрат от этого C, сдвинутого там на минус 1. Это как бы скобки, да. То есть вот ну просто в любой алгебре Ли, в свободной, там порожденный векторным пространством В, есть В, и есть потом лямбда 2 В, да. Потом уже есть там лямбда 3 по модулю каких-то соотношений, которые возникают из той же ствейкови. Но в лямбда 2 никаких соотношений не возникает. Это в свободной алгебре Ли. Это просто вот лямбда 2 В. Поэтому здесь у нас, значит, лямбда 2 от C в минус 1. И мы хотим, значит, чтобы был вот такой вот дифференциал. Ну и действительно, мы можем вот это вот дело написать как симметрический квадрат от C, сдвинутый там на минус 2. То есть вот за счет того, что здесь внешний, а тут минус 1, у нас он перейдет в симметрический. Вот. И поэтому на самом деле у нас из-за того, что наша алгебра коммутативна, наше по определению, собственно, наше вот х умножение, это отображение из C в симметрический квадрат C. Вот. Поэтому и вот тут можно интерпретировать вот как такое вот отображение, только оно будет уже, конечно, иметь степень плюс 1. Степень плюс 1. Ну так и должно быть, потому что мы же хотим дифференциал построить в конце-то концов. Ну и так далее. И оказывается, что вот его можно продолжить дальше, и тоже это все будет бить именно туда, куда надо, если у нас коалгебра была коммутативной. Вот. Ну и на самом деле после этого, после того, что я это дело определил, значит, хочется, конечно, доказать вот то, что тут написано. Вот. Ну, для этого мы интерпретируем это все, собственно, вот таким же образом, как мы делали в бар-ку-бар, но это я вместе с имплициальной структурой и вообще с большей ясностью вот насчет этой симплициальной структуры очень постараюсь, значит, в следующий раз рассказать. Вот. Потому что уже… Спасибо. 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 Спасибо.